Я была самым нормальным обычным человеком, вообще принятым понимать. У меня был бизнес, у меня было три компании достаточно успешных, у меня было подчинение более 100 человек. Все переговоры проходили в ресторанах. Поэтому, чтобы мне сказать, ты будешь вот эти бы сказать, что за мягкий вариант, вообще не про меня. Ну а как это и дело? Да никак, врачи отказались и все. Мне врач сказал, я уже была на гормональной терапии по астме, и чтобы было понимание, что я могу капельницы сама себе ставить внутривенно, уколы внутривенно сама могу себе ставить. Хоть кому могу поставить. Если кто-то, если врачи не видят вен, то я могу поставить. То есть я в реанимации ставила, если кто-то не знал, как поставить, меня приглашали. И у меня уже было такое состояние, что я уже в принципе с капельницей ходила, передвигалась. И мне врач сказал, он говорит, ну как бы вены уже все тонкие, они уже растворены практически, но еще месяца два, говорит, и ты умрешься. И скорые, они все знают адреса, где гипертоники, астматики, сердечники, вот у всех таких людей, все адреса уже скорые знают. Я когда набрала в скорую, мне как раз сказали, говорит, Свет, ты какую дозу гормонов поставила? Я говорю, какую-то. Она говорит, ну ты же понимаешь, что мы больше не поставим, а забрать тебя с такой дозой, говорит, если ты умрешь, то, что это у нас плохая статистика. Давай мы тебе через два часа позвоним, если ты не умрешь, то мы придем, ты едем за тобой. Спасибо. И вот тогда я поняла, что нужно что-то прям, не том, что кардинально менять, а у меня сработал мой женский эгоизм. Я думаю, как это так? Я сейчас умру, и моих детей, кто-то будет воспитывать другой, какая-то другая женщина. Думаю, нет, это вообще не про меня. А я уснуть не могла, то есть я понимала, что если я усну, у меня уже была такая тахикардия, что я уже не просну, сердце не выйдет. И я тогда начала ползать в планшете, нашла, кто такие сыроеды. Когда все проснулись уже с утра, я уже была стопроцентным сыроедом, то есть у меня сразу же пересчетно. И за шесть месяцев я убрала все свои лекарства. Я задыхалась от того, что я хожу. Я до туалета, дойти не могла. Я задыхалась. Я была уже почти лежачая. Ну как бы не лежачая, а сидячая. Астматики же не могут лежать. Они только сидеть могут. Простите, а в сторону гомеопатии не смотрели? Ой, ты что? В любую сторону смотрели. Я куда только не возили. Ничего вообще никак. Ничего не помогла. Это все. Мне говорят, а вы вот это против? Я говорю, пробовала. А вот это. То есть я и гомеопатию, и иголки, и ванны под меня подбирали на основе и аммиака, и травы. Я прошла много чего. То есть мне только легкие не поменяли операбельным путем. Все остальное я проходила. А как потом пошло движение уже в сторону малоедения или не едения? А когда я вышла на сыроедение, я очень резко сбросила вес. И мало того, что сбросила вес, у меня очень сильно поменялось сознание. Таблетки постепенно, да, отменяли? Не сразу все. В сыроедении? Да. Сразу ушла. Вот все. Нет, таблетки. А, нет, постепенно, потому что мне же жить хотелось постепенно. Ну, у меня не таблетки были, я на уколах сидела, там уже пожёще была. И начала очень сильно, ну, скинула вес. Но меня это не беспокоило. Я жила на Урале, там можно было одеть 33 штанов, и у тебя неострые коленки, как бы все нормально. И вот через полгода, мало того, что вес, родственники стали как-то сначала вроде как играючи, а потом, ну, ты же, ты чё такая куда? Ну, ненормально же. И у меня пошло сознание. То есть я не захотела больше заниматься тем, чем я занималась. И если... А у меня было на тот момент, это было сколько, почти 10 лет назад, у меня было только расходов на офис, на зарплату сотрудникам, дом, автомобили. У меня никто не работал, кроме меня. И меня это устраивало. То есть это я не жалую, что я вот такая героиня. Нет, меня это вообще очень даже устраивало. У нас была прям договоренность с мужем, что он занимается детьми, они у нас по секциям, а я работаю. Но я поняла, что я не хочу этим заниматься. Вот прямо от слова совсем. У меня началось это отваливаться. А расходов было на тот момент только расходов обязательных. 320 тысяч, как сейчас, помню, платежей. И по тем временам это... Ну и по этим-то не так уж и маленькие деньги. По тем временам это прям такие были деньги. У меня не идет и не идет. Я понимаю, что этим не хочу заниматься. И все, и пошел вот этот вот сбой в жизни моей. То есть у меня начали страдать и родственники, привыкли к одному. Они-то не виноваты, они-то такими остались. Это я меняюсь. И я думаю, так, надо, наверное, начинать обратно то питание. Что-то я вот совсем как бы забросить-то заброшу, а куда потом, непонятно. И я вышла обратно на еду. Вышла на еду, а сознание-то не поменялось обратно. Все, оно уже таким и осталось. Это не стало помогать мне, чтобы вернуться к работе. То есть я еще что-то там пыжилась. Вот я недвижимостью занималась. У меня были сетевое агентство недвижимости, ассоциация риэлторов. У меня было 24 НТВ. У меня была первая CRM-программа, авторские права. То есть, ну, как бы все вроде бы кайфой. Шоколаде. Да. И у меня хватило буквально где-то на год, чуть поменьше, наверное, месяцев 8-9 с вареной едой. Сознание не прибавилось у меня, не перешла я к тому. Денежные ресурсы упали, дома начались проблемы, потому что начали не вывозить это все. Ну, чтобы было понимание, как жили. То есть, например, там, мы уже день рождения, там, мы пошли, ему купили новую машину бизнес-класса. То есть вот так. Как бы хорошо. Не хорошо, наверное, а как-то. Статусно жили для кого-то, чтобы показать. Пыль в глаза. Это прям я очень любила, это было прям мое. Чтобы я там пришла, что у меня там... Раньше, помню, даже кредиты же не давали там на что-то. Ну, например, там на дом, на машину там можно было, да. А, например, такое, чтобы на вещи кредиты, такого не было. Вот этих кредитных карт тогда не было. И раньше определяли человека, то есть, он, например, сидит на переговорах, определяли по часам. Сколько стоимость твоих часов, значит, столько ты зарабатываешь в месяц. То есть неприлично было покупать часы, если ты зарабатываешь меньше в месяц, чем у тебя эти часы. И ты по часам. Я раньше знала все марки часов. Раньше это было актуально. Да. Браслет какой фирмы на этих часах. То есть у меня все вот это вот прям вот. И я понимала, что там у меня часы даже... У меня была целая коллекция этих часов. Каких у меня только не было. Я их потом все раздарила. Ставила только, по-моему, одни. У меня еще спортивные и одни такие часы. Не очень дорогие. И для меня это прям вот была моя жизнь. Вот такая вот эта вот показуха, что вот посмотрите на меня, какая я, что я там могла подъехать сегодня на одной машине, там завтра на другой машине. Там вот это все. То, чему я не соответствовала, как это я сейчас понимаю. Как понять, не соответствовала. Ну, вся же жизнь, она, как правило, у таких людей, она же не за наличку, она же в кредит. Да, я зарабатывала хорошо. Но это все же было кредитное. То есть офис съемный был, естественно. Но офисное помещение было в самом крутом центре. И там оно было там 300 квадратов. Понятно, что там кабинет отдельно. У меня не было, кстати, никогда не было у меня директорского кабинета. Вот этой фишки у меня никогда не было. У меня, я все время с ребятами сидела. У нас была переговорная комната, где клиентов приводили. Комната Эврики у нас была, где мы там идеи какие-то безумные обсуждали. А чтобы такого, что у меня свое место какое-то было, у меня такого не было. Я всегда была в коллективе. Насчет этого было, да. И все, где-то месяцев 8-9, наверное, прошло. И у меня случился второй приступ. Такой вот жесткий. И опять я поставила себе дозу гормонов. Поставила, мне не помогло. Поставила еще, потом добавила. И понимаю, что я добавила, и все. И организм у меня не справляется. Я опять скорую. Скорая сколько? Она говорит, ты понимаешь, что на твой вес это передоз в три раза. Мы даже до тебя не доедем. И тут у меня такое, что мне уже с сыроедением, мне не вытянуть. Мне нужно искать что-то большее. И я нашла людей, которые не едят, не пьют. На тот момент я нашла того человека, который 6 месяцев. А когда я сыроедила, я уходила в сухие дни на 3 дня. То есть я знала общепринятую информацию, что человек может, если не пить, 3 дня. И я в этом, когда я уходила на 3 дня, мне было очень хорошо. При всем при том, что у меня, когда выходишь на первое время, кровь становится гуще. И обычному, среднестатистическому человеку становится тяжело дышать. Например, в горку не может подняться, у него тактикардия начинает, там еще что-то. Ну, а у меня на фоне того, что я вообще не могла дышать, а тут я в принципе могу дышать. То есть ты уходила на эти 3 сухих дня, и ты могла дышать. То есть твоя болезнь, она тебя как бы отпускала на эти 3 дня, да? Все, потом я выходила из этих 3 дней, ждала следующий, знала, что нельзя чаще, чем раз в 2 недели. Вот я ждала следующий 2 недели, чтобы опять зайти в эти сухие дни. А тут я увидела и поняла, что думаю, как бы, ну, может быть, думаю, пиздец. Вот это прям вырежем. Ой, какой, какой. Андрей все сделает. Но у меня выбора все равно не было. Думаю, либо здесь уже 100%, как бы я же постоянно на... У меня даже на карте, у меня такая карта была толстая, я сейчас даже не знаю, где она, по-моему, так и осталась на Урале. Медицинская. Ну, она прям вот такая, вот и на ней красным шрифтом написано, кто я, какой у меня дознят, там все вот это вот. И все, я, ну, как бы они уже все проверили, говорят, ну, как бы свет. Я думаю, ну, либо я так 50 на 50, либо умру, либо не умру на неедине, либо так я 100% умру. И вот я пошла туда, на неедине. И первый раз у меня было 9 дней, когда я первый раз в своей жизни, вот 9 дней осознанных. Я не считаю детства, я не считаю то, что мы, когда я была беременна, то есть это неосознанные дни были, когда я была без еды, без жидкости. Вот, а здесь я 9 дней, и я на 9 день, когда я встала на лыжи, для меня это было прям вот такой вот шок. Что как это можно за 9 дней всего лишь вот так вот из одного состояния просто переброситься в другое. И все, я пошла вот этим путем. Но мой путь от того дня до сегодняшнего занял на сегодняшний день 10 лет. Вот от этих трехдневных, да? Да, от этих трехдневных сыроедений. И потом 9 дней вот этих, да? Или сколько ты пишешь, 8, да? 9 дней было. С супом, да. Первый был, да? Это первый вот год у меня, вот он такой был, как сначала сыроедение, потом я ушла с сыроедения, и потом я начала тренировать вот это вот свое. Ну, как тренировать? Наверное, не тренировать, а смотреть, исследовать свое тело, как я буду на этом не ездить. Но у меня были такие процессы, то есть у меня вес уходил до 32 килограмм. Чтобы было понимание, это вот такие вот скулы, когда вот уже человек, например, умер несколько месяцев назад, да, и у него уже все провалилось. Вот, я была вот в таком вот состоянии. То есть у меня 32 килограмма? Да. А у вас какой? Метр пятьдесят восемь. У меня было страха перед этой булимией или как это, что там, анорексия? А там уже, как бы, я же понимала, что если я вернусь, я все равно умру, у меня организм не вывозит еду. И про сыроедение тоже было понятно, что уже не помогает публика? Ну, наверное, на сыроедение уже было можно перейти на тот момент. Но со мной случился такой опыт, это в первые дни, ну, как в первые дни тогда еще, когда там по девять, потом двадцать один день. И вот когда я вышла на двадцать один день, я уже тогда не считала дни, а я уже просто заходила и смотрела. Я как-то пришла домой, легла, была такая темнота, и я вот, вот эта темнота, она меня физически, как бы вот таким вот теплым, шелковым теплом, как вот физически это почувствовала. И я лежу, я очень четко слышу, как у меня бьется сердце. Я чувствую, как у меня течет кровь. И когда прочувствуешь, что у тебя происходит внутри, вот это вот прям физикой чувствуешь. Это такое, ну, для меня на тот момент это было новое состояние, да и для многих, наверное. Когда ты все полностью ощущаешь и чувствуешь, что у тебя происходит внутри. Как у тебя работают легкие, что у тебя происходит, где какие спазмы, где у тебя, как ведет себя гладкая мускулатура, как у тебя прям жужжит, вот как это, как в насосе кровь, в капиллярах. Когда ты это все слышишь и чувствуешь, это иное состояние. Я понимаю, что тогда для меня пришло четкое осознание, что когда ты в этих состояниях без еды, ты перестраешься, ты становишься другим. Ты как бы, как ты свое тело начинаешь чувствовать по-другому. И когда ты начинаешь его чувствовать по-другому, это как открывается внутреннее зрение, ты начинаешь его менять. Это когда ты видишь, например, в каком наряде ты идешь, да, и когда ты понимаешь, что тебе он идет или не идет, когда ты уже не через социум говоришь, а как мне хорошо это, а когда ты себя в зеркало видишь. Это, наверное, вот это состояние только про внутреннее. И тогда я поняла, что я не хочу быть просто на сыроедении. Я хочу идти туда, потому что это для меня какие-то новые ощущения. Но боли не было, не было сопряжено с ощущением боли, потому что говорят, что есть тоже духовное течение, о том, что это вообще подарок Христа, что мы не чувствуем, как наши внутренние органы работают, что это находится за гранью нашего сознания. И если бы мы это охватывали сознанием, то это дикая боль на самом деле. Вообще, когда у тебя идет перестройка, у тебя, но у меня не было такого, что вот я просто там потеряла вес, и все было замечательно. У меня сильные, я достаточно сильные болевые пороки пережила. То есть у меня было два раза отек в венке. Если кто-то знает, что это такое. Вот когда ты за два часа плюс 10-15 килограмм. Это когда я с детьми лежала, смотрела фильм какой-то. И они уснули, а я думаю, надо встать, выключить. Я начинаю встать, мы на полу лежали. И я понимаю, что мне что-то как-то неудобно. Я смотрю на свои руки, а там просто вот так вот все. Я понимаю, так, у меня вот это. У меня один раз было в больнице, но я думала, что это от гормонов. Я подхожу к зеркалу, а там ну просто страшно. Если кто-то видел, это вот такое вот как доунис, такое вот лицо отекшее, просто ни одной морщинки, маленькие глазки. И вот такое вот состояние. Но я могу сказать, что когда у меня было на еде, когда я была в больнице, у меня такая вот была реакция на гормоны. Через таблетки мне это состояние вывели через два месяца. То есть здесь оно у меня прошло в течение двух недель. Красивые ноги что-то падали. А ты скажешь, кто-то, кто-то. То есть это состояние с отеком было две недели? Две недели. Второй раз было меньше. Первый раз я на 12, 12 килограмм у меня за 2 часа 12 килограмм. Там просто прибавилось. Да. А второй раз на 7 килограмм. Это вода, да? Ну, это да, жидкость из этого. То есть там же как вода, там же клетки начинают раздуваться в той жидкости, которую они через кожу моментально забирают. Вот. Просто если бы был... Это хорошо, что отек пошел на все тело. А если отек на горло, то никакая скорая никогда не успевает приехать. Это все без вариантов. Потом у меня были... У нас же в костях очень много паразитов, да, так как назовем. И когда перестраиваются кости, когда выходит из костей все, что не твое, перестройка идет полностью организма, и кожа перестраивается, ну, абсолютно все. И когда выходят из костей вот эти вот паразиты, они... Ну, кости начинают выламывать так, что это просто вообще пипец. Но там еще срабатывает такой психологический момент, что когда у тебя кости начинают болеть и выкручивать, ну, это как вот женщины рожают, ты понимаешь, что ты все равно рано или поздно родишь, поэтому ты как бы терпишь. Хотя ты говоришь там, поставьте мне там анестезию, там, сделайте мне кесарь, еще что-нибудь, что ты только там не просишь. Но ты все равно в голове понимаешь, что это закончится. Это все равно рано или поздно, ты на всю жизнь не останешься беременной. А тут такое состояние, что тебе вот эти вот кости ломят, и оно вот ломит, как бы боль такая, она плнующая. И когда это идет час, два, сутки, и после суток у тебя начинает ломаться голова, ты понимаешь, что это может никогда не закончиться, и тебя накрывает просто тотальный глубинный страх, что ты попал в то состояние, когда это не закончится. А в этом состоянии ты жить не сможешь, даже существовать не сможешь. И вот этот страх, он всепоглощающий, он просто у тебя такое ощущение, что в течение нескольких секунд из тебя высосали всю кровь, и ты стал никем, просто болью. И вот в этом состоянии, когда у меня пошли уже вторые сутки, вот это, когда мой мозг уже просто с ума сошел от этого, я не помню, сколько я была уже на сухих месяцев, я взяла детский норофен, шприц, и просто выпила вот этот шприц детского норофена, один, там 5 миллилитров, потому что по-другому я понимала, что я не вывезу, и что даже если я попью, там выпиваю чайку, там или что-нибудь съем, это не остановится. То есть это уже было вот в таком критическом состоянии. А ты была на неедине этот момент, да? В какой период? Где-то месяц 2-3 вот этого. 2-3 месяца на неедине, и тоже особо воды не было, да? И без еды, и без шидкости, да? Ага, и после этого периода началась вот эта перестройка, да? Ну, это уже было как перестройка, я уже на 4 месяца вышедила, возвращалась на 2 месяца, и все-таки, и только, наверное, это был вот таких вот моих качелей, это был уже год 3-й. 3-й год? 3-й, 4-й год. А сколько раз вот эти вот качели за это время? Да много. Много? Да. Вот, условно говоря, там на 3 месяца, 4 заходишь, там... Потом на неделю, на месяц, например, там есть. Долго уже не получалось есть, потому что уже не интересно. А уже что там? А там без разницы, что есть. Ну, ты мясо, конечно, уже не сможешь есть, а алкоголь тоже, как бы, это без вариантов. Что-то все равно такое более легкое. Но иногда можешь, например, поесть какое-нибудь лего булочное, но тебя через температуру это все выглядит. То есть там уже все, там уже другие процессы в организме, они выглядят все. Просто так это не сходить в туалет. На каких-то этапах у ребят у меня уже есть знакомые, которые тоже идут, на каких-то этапах у ребят, то есть отключаются пищеварительная система вот в таком образе, чтобы что-то переваривать, что, например, ты не ешь, не ешь какое-то время, потом съедаешь что-то или выпиваешь что-то. В течение пяти минут, неважно, добежал ты до туалета или нет, ты сделал все свои дела. в таком же виде, да, все выходит. Пережеванно там уже. Там. То есть там быстро, в кутке, что ли? Да, сразу же моментом, и ты не успеваешь добежать, как правило, тоже в нескомфортное состояние. Ну да, в памперсах. Пошел к рису, Такой тоже есть. У меня он не был этот период, но у кого-то есть. И вот этот вот болевой период, когда тоже, я знаю человека, который выходил на уколах, на обезболивающих, то есть ему ничего не помогло, кроме уколов. И он вышел, да? Он вышел, да, но так он особо не ест. До сих пор у него кофе осталось. Он говорит, я люблю кофе, люблю кофе. Ура! Это же все у меня! Все так хорошо. Чистки какие-то, прям именно целенаправленные, от тех же самых паразитов были, или это все автоматически у тебя протезало? Ну, у меня не было прям чисток-чисток, потому что, смотри, чистка – это стресс для организма. То, что ты переходишь, это стресс для организма. И ты как бы стресс накладываешь на стресс, не всегда это хорошо. Но так как у меня была длительная гормональная терапия, мне все равно приходилось что-то делать, потому что у меня интоксикация была очень сильная. То есть я говорила, что у меня, я оставалась без ногтей, у меня вываливались волосы. Просто у меня то, что волосы кудрявые, у меня незаметно, сколько их. Никогда никто не поймет, вообще, сколько у меня их на голове. Поэтому мне только это спасало. Но когда ты идешь в душ мыть голову, у тебя просто страх. А ты вообще, как бы, оттуда выйдешь с волосами или нет? Когда у тебя не просто они лезут, а ты вот убираешь, а у тебя как бы, ты вот сколько взяла, и столько же у тебя отволок. Это уже страшно. Это психологически. Вырастают на этом месте потом. Да, да. Как видишь. Да, конечно. А вот такой самый, можно сказать, показательный период перехода, трансформации, можно его отметить, например, каким-то таким сроком более-менее обозримым? Сроком нет. Ну вот как некоторые говорят, на сегодня как раз с ребятами разговаривали, что такое автономия, как ты поняла, что ты вошел в автономию. Это когда ты понимаешь, что тебе это неинтересно, с твоей жизнью уходит. Вот ты сидишь, например, не хочешь там, например, пока сидим, пожевать кирпич. У тебя этого нет в твоем мире. И здесь, когда она просто раз, еды нет. То есть она есть, это кто-то есть, но это к тебе не относится. В твоем мире этого нет. Это такое очень яркое чувствование, оно приходит в раз. И это не зависит от того, сколько ты ешь или не ешь. То есть есть люди, которые, например, там вот они голодают по 40 дней, голодают годами, но внутри они готовы дальше идти на еду. Через какое-то время, через год, через два, им прям нужно выйти на еду. Это у них внутри, чего они в себе скрывают, поэтому они не раскрываются как-то в других моментах. И у меня же это тоже не сразу. То есть я могла и четыре месяца быть без еды, и два месяца, а потом в определенный момент на 20-каком-то дне вот у меня просто прощелкнула, я поняла, что все, я зашла оттуда. И это просто стало неинтересно. Когда как бы отвалилась психологически, на уровне сознания, привязка какая-то. И она просто вот как бы внутри получается. Да, но перед этим я игралась, получается, сколько? Шесть лет. Это все. Поэтому, когда говорят там, я там вот 40 дней, и у меня там столько, столько энергии, столько всего, столько там еще что-то. Я думаю, ну я могу, видимо, только порадоваться за таких людей, а мне было не так. Либо пи... Пи! Пи! У меня-то не маленькие совсем были, у меня все кости выламывали, спина, не ходить, не стоять, не лежать, ты ничего не можешь. Ты просто залазишь в машину, даже сидеть не можешь. А это совсем третий там день сухого. Получается, организм, он как бы сам... По-разному. Сам очищается, да? Организм вообще сам очищается, просто для него нужно время. У нас же как хотят? У нас хотят либо волшебную таблетку, либо дайте мне инструкцию, как мне завтра перейти в автономию. А сколько нужно? Нет, вы скажите. Я говорю, всех там правы. Нет, ну вы скажите хотя бы примерно. Если человеку говорят, говоришь 6 лет, он говорит, о, не, ты плохой мастер, я не пойду, я пойду к тому, кто за 40 дней перешел в автономию. И вот у меня есть... В течение моего времени, как я веду людей, именно по теме осознания, ну вот сколько там, два года, да? И за эти два года у меня уже встречалось, наверное, человек 7, которые приходили от мастеров, которые ввели в их в автономию, которые сами не были автономными, то есть которые сами, например, голодали по 20 дней, как они рассказывают, но они туда ведут в автономию. Ну, это то же самое, как мужчины пишут книги о родах, да? Это тоже так забавляют. Или, например, там какие-то сексологи рассказывают, что такое секс, как ты с твоим половым партнером, которого нет, или кто там о семье рассказывает, о которых там... Есть известный психолог, у него очень много книг, и все эти книги, ну, многие, кто читал эти книги, просто обожают, которые рассказывают про то, как хорошо быть в семье, и у нее в результате сын разбился, муж повесился, второй брак не состоялся, потом у нее была с третьим браком попытка суицида, но она пишет книги, как быть сейчас счастливым в семье. Для себя, наверное, пишет. Там, скорее всего, в психологии идут, когда что-то надо поменять, что-то свое не так, да, и получается. А я правильно поняла, что автономия более широкое понятие, чем просто не есть и не пить. Конечно. Я почему не люблю вот это вот автономия, слово, потому что люди думают, что автономия, это про не есть и не пить. Не есть и не пить, это про наедение. Это когда ты питаешься воздухом, вот это вот есть. Когда ты идешь... Что такое автономия? Это когда ты один. А один ты можешь стать, когда ты уходишь в себя. Когда ты уходишь в себя, ты понимаешь, что кроме тебя нет ничего. есть все но это наверно как-то больше вот по философски у нас любят это говорить без прочувствования когда ты это начинаешь не просто это сказать да что я есть все я есть там я из пылинка я из травинка нет это когда ты понимаешь что есть только единое пространство и ты часть этого пространства ты не справа не слева не сбоку ты часть этого пространства которое есть везде в в каждом моменте. И когда ты это чувствуешь и осознаешь, ты видишь всю в этой плотности, видишь всю игру, ты видишь как этот фильм и тебе становится на каком-то определенном этапе тоже неинтересным. Ты сидишь как на театре, смотришь один путь в фильм, тебе люди приходят и говорят, а у меня вот это, ты видишь, что у него. Но иногда ты ему сказать не можешь, потому что что бы ты ни говорил, он это не увидит. Он тебя просит помочь, он просит еще что-то. У меня очень много запросов, у меня даже есть такой запрос, сын у меня пришли в соцсетях угрозы, что вроде как что-то такое, твоя там Лаврова не может моего родственника вылечить по фотографии. То есть и такое тоже бывает, и для этого мира это как бы это норма, это норма, и когда человек просит его куда-нибудь привезти, я не могу привезти. Я могу ему повернуть голову и показать, вот дорога, и сказать, о нифига себе, я его не видел. Не я его веду, а в каждом есть такой потенциал. Потому что каждый, вот каждого, кого я вижу на своем пути, он всегда больше и шире меня, я всего лишь триггер. И он когда раскрывается, это просто вообще космос, я вижу какие они. Даже вот на ретритах, вот приходят такие, а в конце ретрита, после ретрита они все, они начинают там уже такие вещи рассказывать, ребята, мы там, там. То есть я понимаю, что я уже от них учусь. По семье это не мешает взаимодействовать с близкими, потому что с близкими это не мешает взаимодействовать. Ну, слушай, если ты в осознании, то не мешает. Но я же когда все это начинала, у меня, видимо, брак-то, я ни о чем, нет у меня такого, что я жалею о чем-то. Это мой путь, он как бы, это мой только. Он не хороший, не плохой, просто мой. Но если бы у меня, например, были, я не могу сказать, что если бы я была вот такая тогда, то у меня бы сложилось все по-другому. Я бы сейчас такой не стала, если бы у меня тогда сложилось по-другому. Но, по крайней мере, вот дети у меня, они, для них это тоже норма, что мама вот такая. Они это никому не рассказывают, они никому не доказывают. Если у них там спросят где-то, у тебя что там, мама не ест, не пьет, они могут где-то посмеяться, где-то сказать да, где-то сказать там, только ночью, когда пиво закончится. Ну что-нибудь такое вот, мы уже с ними смеемся, я говорю, не надо никому ничего доказывать. Если кто-то спросил, значит они в этом процессе, значит у него нет понимания, что это возможно. Одно время мы прямо с детьми, у нас была договоренность, что они говорят, что мама кушает и пьет, что обязательно. в том, что были там определенные преследования. Спецслужба не интересуется? Сколько лет? Два сына. Что? Спецслужба не интересуется. А давайте вы это вырежете, а я расскажу. Давай. у-гу.